привет друзья и гости моего канала мог банк у меня здесь супчик куриный мяско курочки салатик мои огурцы мои помидоры с огорода заставку и потом какой-то горчичный любительский любимый любительский какой-то ну что погнали наши городских барсик тут как тут знаете ладно не буду о грустном пожрем на камеру супчик свеженький не сказала я вам про этого плитку во вчерашнем ролике я говорила про про эту плитку а сейчас я поставила суп разогревать достал достал из холодильника кастрюлю и в ковшик алюминиевый вот такой ковшик алюминиевый с ручкой налила все поставила она не хочет согреть я туда и сюда нажимаю взяла инструкцию книжку думаю что неправильно выключилась сети включила ага написано включить поставить посудину нажать старт не пойму думаю все точно так же делаю ничего мне не получается она у меня ковшик поднимаю холодная думаю что за хрень а опять выключают и разотри на вот так делал не пойму стало что прыгать еще такое не пойму все по инструкции а потом думаю глянь наверное копшик не подходит дай-ка я поставлю кастрюльку у меня кастрюлька на пошире малярованная на три литра с копшика вылила суп в кастрюльку поставил кастрюльку все заработало так что вот так поменьше ковшик по кругу не подходит он уже меньше уже она не загорается вот так так что имейте ввиду маленькая посудина по объему кругу меньше все она уже не будет срабатывать какая умная плиточка супец отпад свежий куда свежая все вкусная правда ащи вкуснее когда постоят у нас сегодня жаркий день но облака ну с утра стояла с утра солнце было с утра прям жарко было 30 или 31 вот неудобно скажи чё тянешься вот сюда поставить вот так что вот так сходил к тет Зое вчера лопуха у меня нарос а я вспомнила думаю глянь тет Зоя же просил у нее коленки валят ноги коленки вот этот салат друзья вкусный вкусный на майонезе лук молодой репчатый прям от спад барсик я тебе супчик налила корм он стоит и суп стоит еще поперчила я его перец сюда черный какая же это пора прекрасно вот это когда по огурцы помидоры когда есть перец сладкий уже пошел уже вот такие висят такие уже висят антей вот это посмотрю что за сорт и богатырь у меня один куст это я в стаканчик сажала да посадил поздновато но он догнал этих такой же точно стоит с богатыря соберу семечки скажите напишите богатырь с него собираете семечки перец он не не гибрид у меня мама всегда сажала вот такие перчины богатырь всегда сажал и она семечки собирала но те точно не помню богатырь не богатырь но перчины были друзья это просто огромные стенка толстая мама все время мы мама я все время крутил томат на улице делали лавочка сажусь на лавочку тогда мясорубки были к лавочке прикручиваю мясорубку и сижу кручу ведрами перец помидор сколько было пока все это поперекручу томат а мама еще перетирала через сито отец самодельная такая вот сито сделал из деревяшки такой вот большой и вот руками руками вот так растирали а там вот в таз этот жиже вот это текла да друзья а перец вот этот сладкий я перекручиваю через мясорубку но он как он получался кусочками мелкими потом бутыли мама большую бутыль все это заливала солью и все и в погреб и вот это все всю зиму на щи томат вот этот сладкий перец у нас был много было его а какой какие щи с него вкусные да хоть во второе блюдо так добавить томат сладкого перца и вот это все наилдыривала полдня а то и целый день вот с этой вот мясорубкой она всегда меня заставляла так садись крути слово закон и перед паспи мы всегда мыли дом всегда это закон такой вот наверное у всех так полностью мама всегда бывал скажет так пошли мыть дом она командир была порядок у нее всегда она любила порядок так наливай воды ведро а раньше треалон был ну не знаю у вас он есть треалон или нет у нас до сих пор есть треалон моющие такие баночки вот такие вот вот такие вот они небольшие и круглые большенькие такие банки паста стиральная так треалон в воду давай побольше ложи ну как побольше ну чтоб мылка было хорошо она мне всегда говорила давай начинать потолки мыть и сначала она говорит давай тюль шторы все сымай а мне уже было мы сюда переехали ну 18 мне было тюль снимала шторы все сымала с дверей все а вот шторы посымаю постель все сдирали мама говорит так начинаем мыть потолок везде на мой потолок ой а шея устает вот так вот где на стул залазю все помыл я потолок сияет все чистенько мама говорит так начинаем мыть окна рамы вытаскивали мы а раньше то деревянные были окна на себя пялись окна то были деревянные рамы вытаскивали отставляли их рамы сначала эту раму помоешь окно потом вот эту раму стекла все это чтоб сияло все перемою поте лица вымыла все окна все перемыла так мама говорит а потолок вымыла воду иди выливай воду вылила окна вымыла я все время ругала меняй воду почаще меняют все время подойдет так вода уже грязная иди выливай контролем у мамы была вылью потом все это перемыло окна потолок мама говорит так шифонер с ней отодвинем отец на работе отец работал буфет отодвинем кровати все по отодвинем мама говорит так давай снова вода триалон туда вот стиральную пасту начинаем мебель мыть всю мебель я поперетру все кругом задние стенки передние шифоньера все кругом вода грязная а то что же она у всех так не каждый день же вот это все убираемся генералим ооо это раза ведра три-четыре и поменяю воды хочу скрывать это правда я тут всех так все поперемыли стены потолки окна а мама берила а мама начинала белить стены раньше то побелка была на этом городах может быть больших обои были а у нас обоих не было но у нас была обои не мел раньше в хуторах был мел а потом пошла побелка белая клеющая ее белишь и там ничего нету здесь у меня обои были я их содрала пшик-пшик-пшик намочила тут буду стену делать я вот вот такая побелка она не белится ничего и все конечно ухаза летела и все мама побелит дом весь мама дом сама белила и все и все выбелит раньше то дровами топили печку уголь дрова сначала мама начинала сажу сажу из печки она с печкой сама занималась вот она и печник у меня мама была она даже людям печки делала выкладывала печки сначала сажа идет мама значит трусить называет вычистит все сажа потом ее начинаем мыть все поперемоем она вымелит полы вымываю на мою на мою как следовать полы она строго говорила так клинтуса как следовать отмывай клинтуса все поперемою все все на следующий день стираем перестираем все это постель шторы тюль матрасы подушки все на улице выносили лопушки были выбивали пыль все полосы все это на улицу а с чего я затеял то этот разговор а вы мне не скажете что я на черва то глянь вспомнила эту побелку ну и ладно рассказала и рассказала ну иди мой зайчик мяско ему дам иди барсик на и масолик вот этот отдам пусть ест на о тебе праздник у них вон корма полно тарелочка супчик стоит и пиалочка маленькая супа и корм у него пусть он на улицу убежал время два часа дня у меня маковой росинки еще не было во рту вообще ничего не ела три абрикосочки съела утром а че я кричу вы мне не скажете прямо вторым сижу глухая еще у меня ухо глуховато левое в то время салат отпад все домашнее все с грядочки у это кошек привычка дашь в одном месте и пошел и пошел этот косточку тянуть хрен знает куда ты че на месте не ешь ммм что сырово салат вы по себе тон по по как я Нажралась. Вспомнила. Надо сейчас на почту мне позвонить. Проездные привезли. Вспомнила только сейчас. От кости отстаёт. Ладно. Это я Тусе дам. И мясо вот это отдам Тусе. Кусок хороший. И шкурочку. Всё ему отдам. Прям хороший. Но он это всё не съест. Он мало ест. Он котик маленький, росточком. Мышлаушечка моя. Очень всё вкусненько. Вот такой суп. Обалденно вкусный. Ну, на курочке лапшичка. Она всегда вкусная. Смотрите. 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 Ой, такой сачок вкусный, а! Обалденный сачок, прям вообще обалдеть! Назиралась, друзья, насильно не буду пихать. Одна мне говорит, или один там, кто-то там мне комментарий написал. Вы, мой, уходите не в церковь, а в секту. Дорогой мой комментатор, объясните, что такое секта? У нас Библия в руках. Если вы знаете, обычная Библия. Бог создал землю и до откровения. Вот это мы всё изучаем и поэтому живём. Только Библия и только Библия у нас в руках в церкви. Я утром встаю, я начинаю читать Библию. Три-четыре главы я прочитаю. И прочитаю не просто так, а читаю потихонечку и со смыслом. Вот здесь он вот так сказал. О чём? Понимаете? Не просто так. Я тебе, Бог, прочитал. Всё, ты от меня отстань. Для галочки. Что типа вот я долг Богу дал. Нет. Молитва – это обязательно. Это самая главная молитва к Богу. Это обязательно. Обязательно. Мы грешим каждую минуту помыслами, где-то что-то, каким-то делом, каким-то что-то. Мы плотский человек. Мы грешим каждую секунду, каждую минуту, каждый день мы грешим. И поэтому надо молиться и вымаливать у Бога прощение каждый день. На дню по несколько раз. Ну, кому как удобно. Так что вот так. Молитва и Библия. А что такое секта, я не знаю. Это вы по телевизору, наверное, наглядите. Вы-то какой верующий, если вы за угол зашли, с церкви вышли и начинаете там сплетничать или что-то делать. Это напрасный был поход в церковь. Бог не дурачок. Вот я сходила, помолилась и всё. Бог меня простил. Нет, нет. Это всё не так. Это всё не так. Это вы так думаете. Ваше такое мышление так. А Бог не Микишка, у него своя книжка. На этой ноте пока. Всё.